здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня у нас здесь встреча очень необычная потому что не так часто нам приходят в гости не просто спортсмены потому что люберцы это же территория спорта всем известно но еще и участница и призер олимпийских игр в студию на заслуженный мастер спорта российской федерации наталья коростелева здравствуйте нато здравствуйте наталья сергеевна потому что наталья сергеевна вышли так понимаю сейчас ну как тренер уже да как человек который детей дамы готовить это да набрала детишек маленьких организовала свой спортивный клуб но можно просто наталья тогда во второй части мы как раз поговорим о том что происходит сейчас но прежде все-таки нам интересно узнать на вашу биографию потому что вот есть у меня такое это как можно сказать как раньше как визитная карточка автограф да у меня вот есть автограф а вас нет и здесь перечислены просто вот награды до которые есть у наталью наши сегодняшние гости наверное такая самая главная государственная награда это медаль ордена за сослуги перед отечеством второй степени вот также медаль за укрепление боевого содружества медаль за доблесть благодарность президента россии многократно естественно чемпионка россии разных годов чемпионка мира среди военнослужащих победителей так далее это было но главное еще бронзовый призер олимпийских игр 2010 года в ванкувере и как вот правильно называется лыжный спорт лыжные гонки лыжные гонки лыжные гонки вот это слово лыжница она как допустимая можно так говорить да у нас студии настоящая профессиональная лыжница олимпийская лыжница наталья корселева наташ вы скажите пожалуйста ну самый первый вопрос который хочется адресовать почему вы же кто-то заставил как случайность какая-то была или прям так вот мечтали на лыжах все очень и сложные просто у меня родители мастера спорта по лыжным гонкам а ну все нет не все я занималась 6 лет фигурным катанием с 5 до 11 вы хотели да я хотела я занималась фигурным катанием я ездила на соревнования у меня был третий взрослый разряд я прыгала все двойные прыжки откатывала программы то есть мы практически потеряли возможно и и кумира в лыжах у меня никогда не было у меня был кумир в фигурном катании катерина гордеева но все-таки как-то на каком-то этапе что-то произошло и лыжи пришли в вашу жизнь родительские нет я всегда каталась на лыжах насколько это было возможно когда была возможность участвовал в соревнованиях садик школа раньше проводилось очень много соревнований практически каждый выходные можно было в каких-то на них участвовать папа мама моя естественно начиналась сюда а потом когда мне было получать а в пятом классе училась с транспортом проблема я далеко добиралась я ездила уже с третьего класса в 6 утра вставала ездила в школу на трех перекладных автобусах значит и вечером возвращалась часов 7 потому что было сначала утром тренировка до школы потом школа потом мы там обедали делали уроки вторая тренировка и после этого я возвращалась девочка это мне было там 9 10 и в 11 лет да также уже в пятом классе я также ездила но я была очень маленькая не ну что понимали в третьем классе никто не давал что я вообще в школу хожу билеты не брали раньше же когда-то когда-то отматывать билетики еще года я такая уже не буду говорить что древние но это я застала одна нога там у вас до 1 в современности да и мама съездив со мной как бы сказала то есть тебя просто-напросто затопчут ну как вот в одной из вот этих вот давок когда вот это было мог погрузка в автобус происходит но сейчас и есть да получается что я ездила как раз в час пик все там на работу и я на работу и поэтому ну было трудное решение мам как бы предложила тоже вариант говорит ну либо нам тогда покупать квартиру где-то ближе к дворцу спорта что было в те времена практически нереально звучит красиво но нереально да это мы когда только я пошел в школу не 7 лет исполнилось мы приобрели квартиру это суду на 25 лет и представляете прошло вот три или четыре года на то есть сколько там было выплачено да и поменять сейчас место жительства но это было вообще нереально потому что раньше же еще и очереди были на жилье вот это не сейчас пошел и купил даже если у тебя есть деньги ну вот но тогда и денег не было и возможности не так поэтому было принято решение игры ну а мама я говорю не тогда я не буду ездить ну то есть все и в танцы пробовал и в балет но я в балет сходила постояла у станка в фигурном катании на самом деле тоже много хореографии то есть там час-два в день это спокойно а здесь все хореография нет меня не хореография напрягла меня напрягло зал пыльный зал когда еще ходят с леечкой поливают паркет вот я вышла из один раз я сходила я вышла и сказала нет я буду ездить на лыжную базу и кататься на лыжах пусть туда ездила тоже на двух перекладных но было по свободным то есть это другой район это как бы такой был все-таки случайный выбор но это понимаю что все-таки родители как-то предложили вам вариант что то есть такой вариант да то есть как это уже мудрые родители мой взрослый выбор в 11 лет хорошо но понимаете когда папа с мамой занимаются и вот та ситуация которая сказали в общем-то ничего еще не говорила о том что это превратится в большой спорта в достижение большого спорта вы себе ставили какую-то вообще зачем вам это нужно было но ведь там какой-то период проходит взрослые классы значит институт да и бросили эти лыжи бы а вы не бросили я всегда была в окружении олимпийских чемпионов то есть у меня крестным правда он стал позднее им 16 лет я только крестилась и михаил девятьяров это мой крестный он всегда другом друг моего отца владимир аликин тоже из перми то есть я всегда находилась в окружении разговоры были об этом мы смотрели соревнования и всегда то есть мы жили этим мы не видели другого можно сказать да и поэтому никогда у меня не стояла вопроса что нет я в 14 лет выполнила мастера спорта мне все было мало то есть у вас заложено было 15 лет не отобралась среди 16-летних на европейские олимпийские игры съездила туда из привезла оттуда две медали потом у меня в школе директор поощрял он такой директор у нас замечательный человек был в школе да то есть он всем учителям говорим то есть они видели как я училась но он моим родителям всегда говорил вы забрали у меня медалист q у меня всегда была тяга и к учебе и к спорту то есть как-то вот видимо родители могли это подпитывать и поддерж грамотно и правильно и тут нам такой важный момент вот мы часто общаемся со спортсменами разного уровня разного возраста начинающими когда знаете чек первую золотую медаль получает это же тоже такой небольшой удар да как бы вот ты достиг чего-то можно остановиться до можно нос кверху понять а ведь это такая работа очень серьезная сложная и мне кажется что вот этот спорт тем более есть спорт просто спорда есть ваш спорт спорт высоких достижений это когда ты выстраиваешь всю так свою жизнь что ты не можешь ничего нарушить поэтому и образование и понимание тренировки и отношения к себе отношения к окружающим это очень мобилизует насколько я так понимаю потому что знаете есть люди которые всю жизнь каждый понедельник встают и говорят себе да буду делать зарядку но со следующей недели на этот счет мне не хочется но вернемся к тому как из девочки которые кстати фигурное катание вы как-то так вот в душе где-то она осталась вот эта мечта я очень долго не стояла на коньках потом потому что но в связи с тем что была высокая занятость тренировки учеба это все вот так нон-стопом и не помню спустя сколько лет мы с папой приезжали ну проездом были в москве здесь тоже и в гуми пошли кататься в гуми на коньках не скажу какой это был год но уже в гуми организовывали катки один из первых до 2000 каком-то уже вот да там ближе к десятом году еще не было и у меня даже сохранилась фотография то есть так этот тогда я покаталась таким удовольствием такое я что-то еще помню многие помню да а сейчас уже до катаюсь уже со своими сыновьями то есть много анут младшим еще каталась много и ой со старшим когда он был маленьким и сейчас уже с младшими они вас тоже лыжники до занимаются лыжами старшие уже в сборной команде чемпион мира среди юниоров и как раз так получается есть вот такое понятие цирковая династия до где человек просто вот он вынужден да иногда мы же не знаем может действительно так просто ничего другого не умеет и здесь тоже с этим вы же да и лыжи раз уже чемпионами как у вас это получается вот тем более что дать как говорят когда на право люди сдают что лучше чтобы кто-то другой учил мне ну не папа с мамой почему потому что все-таки немножечко как другое доверие о спорте наверное это помогает но мы поговорим о детях во второй части тем более вы занимаетесь еще и с чужими детками да я все-таки хочу понять вот этот триумф который произошел вашей жизни потому что можно тренироваться сколько угодно можно иметь хорошие данные но не достичь определенных высот как у вас это происходило как вас заметили это это как сочетание вашего профессионализма и вот какой-то ну опять же случайности какой то как это было все очень приходилось тяжело добиваться постоянно какие-то были препятствия и поэтому выгрызать можно сказать зубами всегда было и даже случае на олимпийских играх сейчас вот чуть-чуть как бы предыстория до олимпийских игр я за полгода ходила на костылях у меня была сильная травма стопы и то есть я тренировалась сама в августе месяце приехав на сбор меня даже тренер выгонялся сбора сборной команды но я из-за стопы ну потому что я не могла выполнять все нагрузки в полной мере а я бегать только училась в сентябре начинала учиться бегать я ходила по 2-3 километра врач из реабилитационного центра в там получается в конце июля начале августа он меня не отпускал говорит ты еще полностью не готова тренироваться я говорю нет я готова я пойду я поеду и я приехала на сбор и когда мне сказали как ты не готова езжай домой на что у меня я всегда возила с собой маму и сына как бабушку с ребенком вот старший сын впитал тоже в себя уже все у него было впитано выженый спорт поэтому у него так это легко пока идет и она мне сказалось так стоп ты в сборной команде ты готова тренироваться настроена тренироваться делай что тебе по силам это вот у меня такая мудрая мама и я делала и тренировалась 22 месяца я тренировалась практически индивидуально но в снув как в составе команды но индивидуально вот прямо сценарий для кино вот в жизни наверно так вот сидит сценарист и думает как бы мне будущую призерку олимпийских игр как-то надо добавить в ее жизнь что-то сложного да помимо тренировок вот и у вас была такая история многие говорят пиши книгу перед тем как мы к олимпийским играм перейдем потому что это для любого спортсмена выше . так столько могу рассказать про олимпийские игры когда и там были препятствия и там были прекрасно я еще один такой вопрос вот лыжи как вид спорта который ну все-таки для большинства телезрителей он для спорт поклонников спорта мы же знаем что у нас есть спорт номер один спорт номер два спорт номер три вот лыжи оживает как раз период либо чемпионат мира либо олимпийские игры когда мы начинаем внимательно смотреть потому что у нас и там есть и там есть и такой вид спорта такой вид спорта для вас болельщики это важная история конечно поддержка всегда очень мотивирует и то есть даже иной раз когда опускаются руки и кто-то вот просто скажет как это доброе слово на путстве то есть всегда очень приятно даже до сих пор люди пишут поддерживают и иностранцы даже очень широкий круг общения и даже в связи с сложившейся ситуации тоже многие пишут спрашивают как вы что вы и мы со многими поддерживаем нашим у нас попал тоже в такую сейчас ситуацию еще до всех сегодняшний ситуацию то есть у спорта эта ситуация давно начала меняться сейчас сделаем небольшую паузу начнем с олимпийских игр и перейдем потом уже к вашим сегодняшним очень много времени но как вы понимаете так хочется всего всего узнать много интересной информации о жизни настоящего олимпийского призера дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог наталья красилева нас в студии российская лыжница заслуженный мастер спорта российской федерации ну и очень много наград медалей конечно же участие в олимпийских играх вот теперь рассказываете говорят что чтобы прорваться на олимпийские игры это только до участия в них еще надо что-то такое сделать невероятно череда отборов все отборов и то есть каждый раз это но какие-то новые правила на тот момент у нас были ну вот последние годы сложилось так что какую-то единую систему наконец-то выработали поэтому сейчас спортсмену более понятно тогда же нужно было быть постоянно на высоте и вот эта череда травм который еще присутствовал помимо ноги потом была еще рука и когда на тур дески я выигрывала этап кубка мира тур дески я реально перед гонкой у меня рука была перемотана как будто в гипсе но она была затейпирована потому что у меня не работал большой палец из-за того что у меня сбили на в ноябре месяце до была получена травма и то есть связка была готова не укреплена и при резких движениях при сильных отталкиваниях то есть палец ну вылетал и поэтому надо было фиксировать и перед гонкой которую я выиграла я прихожу в столовую меня рука забинтована аж до локтя и петра майдич спрашивает наталья ты не участвую я участвую бегу и эту гонку я выигрываю ну там как бы сложилось все в мою пользу то есть был очень мягкий рыхлый снег финиш в гору такую в пологую что как бы моя сильная сторона финиш надо отрабатывать всегда и то есть я выиграл даже ну с отрывом небольшим вот сам спринт это же когда не только от тебя зависит да когда да вот это же другая история здесь другая история только про один спринт я могу рассказать на целую передачу когда мы бежали то есть спринтерская эстафета она строится из полуфиналов и финалов из полуфинала нужно пройти проходили сейчас немножко другие правила тогда проходили пять команд нет в общем нужно было попасть вот в эти десять команд которые за по итогам двух полуфиналов и а у меня так как но стопа была еще не очень хорошем состоянии то есть мы реабилитировали и я даже бегал один ботинок был комбинированный дуатлон он называется вот и один коньковый который травмирован нога у меня просто в коньковый ботинок не вылазил он потому что жестче комбинирован он помягче и я вот в нем бегал и побежали ирине сказали ну то есть ты не торопись сильно тебе три раза бежать она ну как бы она знает все бегала на кубке там россии нет на чемпионате россии и и значит она настолько не быстро начала чтобы мы стоим вот этот подъем идет мы стоя на стадионе все вот так схватились за голый что она делает она и решила сэкономить силы как потом и крутой но если мы отстали вот настолько то как бы надо этот эту дыру компенсировать потому что сейчас народ начнет увеличивать темп это мы ее просто не догони и то есть я с первого жира забросилась догонять то есть я в первом повторе уже выложилась практически на сто процентов у вас еще да я прибегаю да мне еще два раза бежать перерыв буквально там две с половиной три минуты вот мне массажист как бы стоит массажист может встряхнуть там ноги что-то он говорит что что и он начинает у меня сводит стопу то есть мышцы но настолько как бы там ну связки жизнь можно не подготовлены то есть молочная кислота сразу пошел выброс ноги тяжелые и свело стопу а коньковый ботинок у него жесткая подошва ботинок пока снимешь то есть у нас времени нет это делать чтобы что-то привести стопу в порядок и в общем я принимаю решение игры не трогайте меня я начинаю просто бегать вдоль стартового городка туда-сюда пока она бежит круг я просто бегаю то есть мне надо чтобы я была горячая чтобы не остыла иначе спазм будет еще сильнее когда остынешь и вот она прибегает я бегу второй раз понимаю что как мне очень тяжело но то есть она уже начинает я прибегаю со второго раза говорю ребятам сколько у нас по времени 2 детей ирина пусть там выкладывается вообще по полной потому что я как бы уже на исходе на исходе да какой у нас запас времени пусть мне на подъеме там кричат там 2 5 секунд осталось это важно потому что ну там на последнем ты можешь как бы выложиться на на спуске еще дотолкнуться потому что это были вот счет на секунды шоу и мы десятыми девятыми или десятыми мы попадаем в финал за финале такая драматичная финале уже все было более-менее нормально ирина и объяснили делать назад группе да ну то есть она пришла где-то 5 потом уже я опять перестроилась там 2 3 пришла все мы как бы в группе и когда мы убегали на последний отрезок ирина мне уже передавала 3 4 мы уходили с итальянкой на тот момент чемпионкой мира лидером кубка мира то есть самой сильной итальянкой на тот момент впереди были шведка и немка но вот и опять-таки к мышлению до возвращаясь я вообще не задумывалась о том что мне надо удержать третье место у меня даже мысли торговой не работал нет мне надо было догнать первую вторую я бежала за ними то есть я не оглядывалась не смотрела где итальянка и на втором подъеме когда итальянка не смогла меня обогнать она поняла что нас ну как бы на спуске и на равнине мне равных не было там равнина очень большой стадион вот тогда вот у меня там не отыгрывали уже она просто на спуске бросила и я приехала на финиш уже ну как бы с отрывом я отстала тоже от тех девочек то есть они ушли с отрывом но я еще немножко как бы отстала они тоже сильные нет немка с шведкой дабы я пришла 3 и она итальянка вообще просто бросила даже а потом плакали плакала на пьедестале да ну а какие ощущения на пьедестале вот расскажите у каждого спортсмена на на разное у каждого спортсмена наверно разные но у меня вы знаете вот как вы сказали фильм можно снимать вот у меня вот это отмотать жизнь как киноленка как это могло все получится да вот просто через что пришлось как пройти и поэтому вот у меня до сих пор на конах мурашки да вот эмоции то есть это вот настолько было тяжелый путь самом деле это было все состоялось и вот тут возникает вопрос матери мостик должны перекинуть что время у нас уже закончилось но все равно мостик мы должны перекинуть потому что сегодняшняя ваша ну во первых у вас сын я так понимаю старший сын на него сейчас какие-то есть наметки да что потому что и же еще надо же продолжать бронза есть значит как минимум серебро а там еще и золото но для этого есть еще младший за два два даже младших которые тоже как бы ну вообще каждый по медали мы можно и две золотых же правильно вот помимо этого вы еще решили я как открыть свою можно сказать школу да где вот маленьких деток вот почему вы у вас есть дар вот тренерский и либо вот таким образом хотите вернуться через кого-то нет я люблю очень общаться с детьми и дети ко мне тянутся насколько это уже опытом выяснено и мне это даже приносит удовольствие общаться с ними я люблю передавать опыт то есть ко мне приходят то есть я всегда научу подскажу и так далее и чтобы передавать опыт и составить допустим группу для своих детей да там не составить группу для своих детей а чтобы им компания была да я решила набрать немножко деток вот и сейчас приходит и уже у нас уже третий сезон в этом году вот мы в дзержинском на в лесу детки работают и приходят еще и приходят и родители самое главное что дети на свежем воздухе не всегда у родителей находится время чтобы погулять с детьми после работы а когда ты приводишь ребенка то есть все прибегают сразу домой до начинать заниматься домашними делами какая прогулка или ребенок гуляет на площадке ему нужна активность да какая-то маме папе там уже не до этого не до какой-то активности здесь же мы занимаемся максимально на свежем воздухе единственное только когда у нас дождь или мороз 30 градусов мы уходим в зал да то есть вы знаете как правильно нужно не просто отдыхать на свежем воздухе все-таки заниматься спорт развиваем координата выносливость даже вестибулярный аппарат а лыжные гонки это вообще универсальный вид спорта он развивает все функции организма начиная с головного мозга и заканчивая грубо говоря пятками на тренерская работа наверняка же были предложения какие-то нет предложение не было мне предлагали в администрации возглавить отдел спорта но я не тот человек который может сидеть и заниматься с бумажкой чиновник вы я одни чиновник далеко да я для работы в полях то есть я могу что-то организовать я организовываю соревнования на свои призы уже три или четыре раза мы организовывали призы я ищу спонсоров кстати из под спонсоров никогда не откажемся вот потому что ну то есть мы не по многу собираем денежек а с миру по нитке с тех пор как я пришла проводить соревнования в городе у нас на то есть помогает спортивная школа точнее они как основной до организатор я как вспомогательная функция такая сама по себе помогаю ни что за это не получаю добровольно вот у нас все соревнования с призами в пяти в шести возрастных категориях мальчики девочки три места получают призы не только медали а призы пусть они какие-то небольшие причем этим занимаюсь я сама ну то есть маленькие ребятки которые у нас там там 6 лет и младше каждый участник получает какой-то приз ну вот такое продолжение я вот сейчас еще раз хочу к нашим телезрителям обратиться просто вспомните когда вы наблюдаете за олимпийскими играми эти люди боги да но не зря же олимпийские игры как-то с божественной историей связано когда бегут лыжники или лыжницы когда выступает фигурное катание все там замирают хоккей опять да и футбол конечно реже мы там выигрываем но я не беру нынешнюю ситуацию на рано или поздно все вернется вот перед нами реальный человек за которого мы болели наверняка и я смотрел эти лыжные гонки сто процентов очень приятно что спустя пускай такой вот уже довольно продолжительное время мы все-таки с вами встретились вот у каждого человека своя история а вот история этого феномена спортивного конкретного бронзового призера олимпийских игр сегодня было рассказано устами автора этого подвига мы хотим пожелать вам чтобы прежде всего ваша семейная продолжилась ну медали нанизывались я не знаю на что вы там их развешиваете на гвоздики или как как у вас это сделано во вторых чтобы вот эти детишки которыми вы занимались получили вот этот опыт который вы имеете безусловно ну и конечно же большое спасибо за то что вы сделали свой вклад в развитие отечественного и мирового спорта тут ничего не добавишь не убавишь так она есть вот я хотела как раз про детский спорт бы добавить что не каждый ребенок станет чемпионом но в наших силах воспитать человека чемпиона который умеет ставить цели который может свой распорядок дня определить который распланировать и который может распланировать свое будущее это закладывает спорт с детства поэтому приводите детей в спорт спасибо большое у нас гостях была заслуженный мастер спорта российской федерации бронзовый призер олимпийских играх 2010 года боже мой 13 лет прошло до ванкувере наталья крыстилева с которой мы пообщались кстати напомню что это же правда что вы вместе с братом чуть ли не там в один разница полчаса брат тоже стал бронзовым до призерам олимпийских игр но это же фантастика ох папа с мамой то наверно рада и вот старший сын то есть применник моего брата он когда утром проснулся время ночное же было получается показывали когда он проснулся утром ему сказали что мы выиграли металям прыгал на кровати к ура у меня две медали и вам в прошлом году или на 18-летие я желала своему старшему сыну вот ты прыгал и кричал ура у меня две медали пусть у тебя будет своих медалей но еще больше спасибо большое это была программа открытый диалог добивайтесь всего одно для того чтобы чего-то добиться нужно тренироваться это была программа открытый диалог всего доброго до свидания